Об итогах, перспективах и росте производства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совместно с губернатором Светлана Ровой провёл в Владимирской области встречу с аграриями. Весной из-за роста цен на горюче-смазочные материалы фермеры вложились в посевную больше обычного. Правительство возместило траты, выделив из резервного фонда 5 миллиардов рублей. Из них 25 миллионов перечислили в Владимирской области. Коллеги, хочу отметить, что 100% этой суммы уже доведено до сельхозтоваропроизводителя региона. Тогда как в среднем по Российской Федерации до сельхозтоваропроизводителей доведено не более 30%. Поэтому здесь чётко совершенно можно сказать, что администрация региона сработала грамотно и качественно, и деньги все до вас довели. Впечатлила министра развитое молочное животноводство и растеньеводство. Уборочная кампания сейчас идёт сопережение прошлогодних результатов. Активное развитие сферы АПК в итоге приводит и к развитию села. Строятся дороги, новые школы, стадионы и ФАПы. По состоянию на 19 сентября текущего года на господдержку сельского хозяйства области выделено из федерального бюджета более 800 миллионов рублей. Непосредственно получателям уже направлено почти 780 миллионов. В областном бюджете на господдержку сельского хозяйства в 2018 году предусмотрено без малого 100 миллионов рублей. 96,5 миллиона из них уже доведены непосредственным получателям. Такое внимание к агропромышленной отрасли положительно сказывается на росте её инвестиционной привлекательности. Всего, учитывая кредиты и льготы, агропромышленный комплекс региона до конца года получит свыше полутора миллиардов рублей. Сейчас в области развивается 367 инвестиционных проектов. В Судогодском районе началось строительство нового логистического центра. Его создание инициировал Владимирский стандарт. Это будет крупный межрегиональный логистический центр, из которого мы будем осуществлять от грузки не только наших мясопродуктов, продуктов из ингейки, продуктов стейков из нашего племенного хозяйства, самятины из радужных самов, но и товаров всех сельхозпроизводителей и пищевых производителей Владимирской области. Новый центр возьмет на себя роль главного экспортера области. Производство расположится на 6 гектарах земли и предложит порядка 200 рабочих мест. Так или иначе, вся сельхозпродукция будет реализована в срок. Мы просто приняли жесткое решение в области и вся социальная сфера покупает продукцию наших производителей. Также мы работаем с рынками Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и другие у нас есть предложения. В ходе рабочей поездки в Суздаль Дмитрий Патрушев посетил также молочный завод. Екатерина Зинурова, Евгения Волкова, Станислав Трегубов, Губерния, 33.